Я начал заниматься за рубежом проектами с нуля, и это очень достойно, но иди начни с нуля. Я себя позиционирую и так, как человек, который готовит проекты, начинает их, раскручивает и запускает в жизнь. Почему не получилось на одном из проектов оставить самого себя? Да, но самое главное, как у Чапая. Одна проблема – язык. Чтобы за рубежом возглавлять компанию проекта долго, но минимум надо в совершенстве знать язык. Это проблема. Поэтому раз. А во-вторых, когда ты раскручиваешь проект, то наступает где-то рубеж, когда надо не просто деньги, которые ты привлек, которые вложили в тебя. Под проект, конечно. Под не в тебя, а в твой проект. А нужны, знаешь, миллиарды на обустройство их. Как только возникает эта тема, то ты обязан все равно этот проект продать, слиться, кому-то, в общем, поручить. Но мне-то стало нравиться, что я рожаю, как детей, и запускаю их, отдаю. В кавычках, конечно, отдаю. Продаем. Потому что в этот проект я убедил тех, кто должен вложиться. Они под мое имя пошли. Это имя очень, это очень ответственно. Потому что, а представь, если прогорит проект. И люди про… Там ведь все персонифицировано. Вкладывают конкретные. Если ты их подвел, то извини, ну, как бы, это не прощается. То есть…